Осень. Пора вирусных заболеваний. Борьба с коронавирусной инфекцией становится в это время года ещё более актуальной. Необходимость вакцинации от COVID-19 возрастает, а разобраться в вопросах прививочной кампании помогут компетентные специалисты. Кто переносит легче прививки от COVID-19? Молодые люди или люди среднего выраста? Чем старше человек, тем, скорее всего, он перенесёт вакцинацию легче. Например, я свою прививку совершенно не заметил, а мои дети дня три потемпературили, говорили, что у них есть какие-то общие явления, головная боль. Но всё это через три дня пришло в норму, и сейчас мы все счастливы. Опыт каких стран в вакцинации вы считаете успешным? На сегодня есть данные о том, что Евросоюз привил около 70% населения. Я считаю, что это очень хорошая цифра. Я знаю, что в Соединённых Штатах Америки, в Китае добились очень больших успехов по вакцинации. Они также вакцинировали уже около 70% стран. Естественно, что первоначальной в мировом плане площадкой по вакцинации был Израиль. Они первыми начали массовую кампанию, и у них наиболее выразительные успехи по превращению тяжёлых случаев коронавируса. Хотя они массово болеют, но болеют примерно как гриппом. Есть ли меры равнозначной вакцинации по уровню защиты? Нет, к сожалению, на сегодняшний день. Вакцинация – это номер один. А лучше, если каждый из нас вакцинируется и будет иметь возможность говорить о том, что у него есть какая-то вероятность защиты. 70% от заражения, 98% от гибели. Зачем вакцинироваться учителям, если ученики всё равно не привиты? Учитель проводит на работе 7-8 часов в день. Остальные часы он проводит дома. То есть, контактируя с классом, в котором 30-35, иногда и 40 учеников, очень большая вероятность получить коронавирус. Никто не может гарантировать то, что этот человек не может быть вирусоносителем и не принесёт этого вируса друзьям, знакомым, родителям, своим же детям и так далее. Поэтому все учителя должны быть вакцинированы так же, как должны быть вакцинированы все возможные другие слои населения. К сожалению, пока мы ещё не можем ничего сделать с детьми моложе 18 лет, но я думаю, что каким-то образом, вслед за более рано начавшими прививочную кампанию странами, мы должны решить и эту проблему. Насколько предсказуемы новые виды штамма COVID-19? К сожалению, абсолютно непредсказуемы. В прошлом году я думал, что уханьский штамм – это самый злой, а потом он будет уменьшаться в плане его возможности распространения и его патогенных свойств. К сожалению, я ошибся полностью. Сначала появилась альфа, потом бета, потом гамма. И вот, наконец, в Индии, где полтора миллиарда населения жили очень-очень скученно, не особо соблюдая гигиенические нормативы, там он среди вот такого огромного количества людей набрал свои 13 патогенных мутаций, которые позволяют ему гораздо более эффективно распространяться, в 4 раза более эффективно, чем уханьский исходник, убивать в полтора раза больше людей, чем уханьский исходник, поражать людей гораздо более младшего возраста и, что очень плохо для нас, избегать воздействия нейтрализующих антител. Вместе с тем, в оправдание вакцинации, я хочу сказать, что всё-таки на 70% вакцинация превращает от заражения и на 98% от гибели. Коронавирус – один из самых серьёзных вызовов человечеству. Вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких.